Сопроводная зима у Беларуси все же пришла, а спознившись на полтора месяца. Аликали верить прогнозу, сбирается нагнать упущенное. У другой полови тыдня – взмацнение морозов. А у некоторых районах Брэшчина, у шатферы пятницу, слупок термометра упаде до минус 26. Как выстоять перед выпробованием стюжей, от каких способов сугревый эффект отворотный, ведает Татьяна Болтуть. Только морозы начинаются каждый раз, говорят, в принципе, по телевизору. Всегда думал, что это со мной никогда не случится, и такого и быть не может. Все летнее водо, Хришалет, не стало опошним в жизни этого юнака. Хлопец означал разом сябрами свято, как и многие в ту ночь окунаются. Что было после, амаль не памятая. Вядомо одно – в ту ночь в Брэсте было амаль минус 10, и эту ночь он провел на улице. Только ранится и кто-то выкликал худкую допомогу. Сегодня в опековом отделе Небрэской областной больницы трое пациентов. Не аж мат, но нужно улучшить, что зима в Брэсте началась только пять дней тому. В 90% случаев причиной обморожения становится алкоголь. Докладнее иллюзия того, что он согревает. На двор и только начинает выпробовать брэзчанно трывалось, тому потребует от кожных газоноспильностей. В любом случае, варто память своечасовое взвертание до специалистов позволяет избегнуть тяжких наступств. Согревать пораженные участки тела не следует. Наоборот, необходимо согревать пострадавшего приемом горячего чая, горячих напитков вовнутрь и наложить на пораженные участки тела теплоизолирующую повязку. То есть повязку с слоем ваты, теплых, может быть, каких-то вещей, того же свитера, для того, чтобы избежать согревания, оттаивания пораженных участков тела. Сдавалось, а зима все лето пройдет мимо и скончится так, как началось. Но морозы только мацнеют. Синоптики обещают мощное похолодание. На этом тыдне в регионе ждет до минус 26 градусов. До выпробования низкими температурами готовы и далеко не всем. А как от них можно спасаться? Я даже не знаю. Не выходить на мороз? Или не знаю. По теплым местам хожу. А где такие в Бресте? Теплые места есть? Дома. Тепло одеваюсь. Покупаю очень хорошую обувь. Ну, чтобы, самое главное, ноги не замерзнуть. Зарядку делаем, пробежку. Все, дышим носиком. Уличивающий наступление морозов, возрастает так само и риска возникнения пожара. Особливо это дотычится приватного сектора. Одна из разпа усуженных причин – перегрузка электросетки и перокал печек. Хозяева стремятся натопить сильно печь один раз. Как следствие, из-за перекала печи возникают пожары, которые иногда, к сожалению, приводят даже к трагичному финалу гибели людей. Поэтому МЧС рекомендует в период сильных холодов не забывать о том, что печи рассчитаны на умеренную топку, что топить их лучше с интервалом в несколько часов, но два раза в сутки. Акеруючися в опыте минулогоднего ХАУЕРа, супрацовники МНС рекомендуют избегать дальних поездок, коли это немогчимо брать с собой так званый комплект выживания – рыдлевку, сякеру и навод дровы. Машину лучше располагать, если вы застряли, таким образом, чтобы выхлопную трубу не засыпало снегом и, как следствие, не проникли выхлопные газы в салон и не произошло отравления, никаких неприятных случаев с этим связанных. Тетяна Бултус, Александр Севицкий, областные новины, Брест.